Поросло травой широко поле, только подвиг не порос быльем. Помнят Катю, в Абаканской школе на стене портрет мы узнаем. В стихотворении местного поэта Геннадия Сосолятина упоминается школа номер 10, в которой действует музей и целый стенд посвящен Екатерине Перекрещенко. Есть ее портреты на одном из домов, который стоит на улице, носящей ее имя. С течением времени в биографию, в описании недолгого жизненного пути девушке закралось немало неточностей и ошибок. Есть они и на этой мемориальной доске. Здесь написано, что санинструктор была в составе 309-й Триятинской стрелковой дивизии, чего на самом деле никогда не было. И на фронт Катя ушла вовсе не в 41-м году, как пишется везде. Краевед Лидия Ивановна Белоусова занимается биографией героической землячки. По ее информации, в 39-м году Катя работала старшей пионервожатой в 10-й школе, менее года, а затем в областной конторе Госбанка. Именно там ее застало известие о начале войны. Девушка сразу решила идти на фронт, закончила вечерние курсы медсестер, но в 41-м году ее не взяли. Первые дни войны Катя отметила трудовыми подвигами. Ее отправили помощником начальника политотдела в Багратский район, в совхоз Советская Хакассия, создавать молодежные бригады. Мысль попасть на фронт она не оставила. В 42-м году начинают формировать сталинский добровольческий стрелковый корпус сибиряков. Именно туда подает заявление Катя. Уже в октябре она под Москвой. Первый бой вступает 28 ноября 42-го года. Она спасла 28 раненых, и они попали как раз в окружение. И она двое суток их в степи закрывала масло-халатами, маскировочными. В декабре приходит новость. Катю награждают орденом Красной Звезды. Телеграмму присылают в госпиталь, где медсестра залечивает раны. Дорогая милая мамочка, сообщаю, что нахожусь в госпитале. У меня тяжелая контузия и два ранения. Сделался паралич ног, но сейчас начинаю ходить. Не слышала на одно ухо, стала слышать. Но мама, прошу не беспокоиться, скоро должна встать. Мама, бойцы называют меня «идет наш непробиваемый атаман». Два месяца не поддавалась фашистской пули, а ранила, не ушла с поля боя. Истекала кровью, оказывая бойцам помощь. Шесть контузий за неполные полтора года, проведенных на передовой. И около 500 спасенных ею жизней. В страшной агонии войны среди боли и крови нашлось место и для любви. Она пишет с радостью, мама, я вышла замуж. Леонид, он соседний, вот, Ротик. Интересный факт. Награды за героизм в боях в сентябре 43-го года они получили примерно в одно время в одном месте. То есть сражались за родину, влюбленной плечом к плечу. Они погибли с разницей всего в три дня. В январе 44-го. Память о героической медсестре, как и личные вещи, а также письма и фотографии, бережно хранятся как в Краеведческом музее республики, так и в 10-й школе. Все годы ученики не забывали о родных и маме Кати. Я очень благодарна 10-й школе, ребятам, всем нервожатым, всему коллективу. Я очень благодарна. Я, мы, значит, свои традиции, я связан с 10-й школой с 38-го года, когда еще Катя работала здесь, в этой школе. Кстати, именно благодаря учителям и ученикам 10-й школы память о Перекрещенке увековечили на карте Абакана. Сначала, еще в 61-м году, ее именем планировалось назвать улицу в сегодняшнем районе МПС. Но так как его долго не застраивали, в 72-м, в честь 50-летия пионерской организации, имя героической пионер-вожатой закрепили в тогда первом, а сегодня четвертом микрорайоне Абакана. В некоторых источниках Екатерину Перекрещенко ошибочно называют героем Советского Союза. Хотя даже свою третью награду, Орден Красного Знамени, она не успела увидеть. Впрочем, историки сходятся во мнении, проживя она дольше, учитывая ту самоотверженность, с которой девушка сражалась за родину, она точно бы получила золотую звезду на планке. Хотя героем в сердцах людей она стала и без этого. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Станислав Колченаев, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова